Всем большой привет! С вами Юля и сегодня у нас видео о пустых баночках. Я знаю, что многие любят пустые баночки. Я сама люблю смотреть такие видео, потому что вердикт уже окончательный. Одно дело, когда мы показываем какое-то новое средство, мы еще можем поменять свое мнение. Сначала понравилось, потом как-то не очень. А в пустых баночках, мне кажется, уже самое такое объективное мнение. И первое, что я вам хочу показать. Вот у меня почти закончилось на донышке. Осталось масло от Ив Роше, мандарин, пион и кедр. На что я искушенный человек в плане масел. Я долгое время увлекалась маслами. И сама могу смешать из эфирных масел достаточно хорошую композицию, приятную. Но я просто была в восторге. Во-первых, восхитительный аромат. Вот настолько классно подобрана вот эта комбинация цитрусовых и каких-то древесных ноток. Просто мне, кстати, подруга подарила эту бутылочку. Я ей очень признательна. У меня есть еще такой гель для душа. Потому что сама, мне кажется, я бы почему-то не обратила бы внимания. Хотя не знаю почему. Состав тоже просто прекрасный. Здесь все натуральные масла. Здесь нет минерального масла. В общем, классная вещь. Прекрасно увлажняла кожу. Маслом для тела я пользуюсь пару раз в неделю на влажную кожу после душа. Каждый день пользоваться не надо. Но один-два раза в неделю я считаю необходимым. Потому что супер смягчает, супер увлажняет. 100% буду повторять еще. Очень советую попробовать вам это масло. И я обязательно загляну во фроше. Хочу посмотреть, какие там еще есть ароматы. Ну, я думаю, это ж не единственный. Также у меня практически закончилась бутылочка с шампунем. Это шампунь укрепляющий от перхоти Дегтярный. Делает фитокосметик. Продается. Я покупала в каком-то супермаркете. Ну, я думаю, вы найдете. Это как бы не редкость. Легко найти эту марку. Шампунь совсем недорогой. При этом он мне очень понравился. Я, честно говоря, не думаю, что он спасет вас от перхоти, если она уже появилась. Мне кажется, может быть, как профилактика от перхоти. Да. Но что мне в нем понравилось? Он очень хорошо промывает волосы и кожу головы. Прям вот до скрипа. Если у вас волосы с тенденцией к ежедневному мытью, то есть вот здесь вот у корней они быстро пачкаются, то вот это тот шампунь, который позволит вам мыть волосы реже. Ну, например, раз в два дня, а не каждый день. Ну, или, например, вы моете каждые два дня, а хотите мыть еще реже, то вот, возможно, с ним получится мыть тогда раз в три дня или пару раз в неделю. Мне этот шампунь понравился, потому что я всегда в поиске именно таких шампуней, которые позволяют мыть волосы реже. У меня как раз волосы, которые быстро пачкаются у корней, а когда я их мою прям вот каждый день, тогда мои тонюсенькие волосы начинают еще сильнее истончаться, высушиваться, сечься. Он их, кстати, не подсушивает, просто очень хорошо промывает. Вот, запах у него нормальный, приятный. Ну, нет, такого он не воняет дегтем. Нормальный, приятный косметический запах шампуна. Так что не бойтесь, обязательно попробуйте. Уже в каких-то видео у меня мелькал вот этот гель для умывания с витамином С, линейка Beauty Visage, но производитель на самом деле тот же самый. Это фитокосметик, концерн, завод, производитель, не знаю. Это, знаете, такой достаточно бережный гель, который не столько пенится, сколько мылится у вас в руках. Он очень-очень скользкий. Я такие средства люблю. Я показывала вам уже в одном из видео, что я по ним часто делаю массаж. В принципе, он хорошо очищает кожу, убирает грязь, убирает остатки макияжа. При этом он не пересушивает кожу, не стягивает лицо. Мне вот этим вот средство очень понравилось. Немножко у меня совсем осталось. Расход был суперэкономичный. Этот гель у меня стоял в ванной, ну, месяц 4, наверное. У меня было два геля, один от Эмви, один вот этот. Закончилась у меня сыворотка и крем вокруг глаз от Эмви. В принципе, это тот случай, когда мнение, в общем-то, особенно и не поменялось. Я их показывала в фаворитах. Вот эта вот сыворотка очень легкая, очень невесомая, никакого чувства липкости. Плюс очень богатый состав. И крем для кожи вокруг глаз. Я бы даже сказала, что это крем-гель. Очень легенький. Прям, ну, не может он никак вам спровоцировать какие-то припухлости. При этом достаточно неплохое увлажнение. Да, очень хорошее средство. Думаю, когда-нибудь к ним еще раз вернусь. Закончился у меня такой простенький крем от Белита, белорусская косметика. У них есть линейка для молодой кожи. И вы знаете, это прекрасный крем, как основа под макияж. Он замечательно ложится, совершенно легко, моментально впитывается. Ни малейшего чувства липкости, ни малейшей пленки. На него потом хорошо ложится макияж. Ну, мне кажется, уже для взрослой кожи такого крема, если пользоваться только им и не вводить в уход ничего другого, конечно, будет недостаточно. Это легенький крем. Мне кажется, молоденьким девочкам, которые только начинают пользоваться кремом для лица, вот такое вот очень подойдет. А более взрослым женщинам это уже больше как основа под макияж. Да, никогда не бойтесь пробовать косметику для молодой кожи, даже если вы себя уже к такой возрастной группе не относите. Ничего в этом нет страшного. Иногда нужно тоже коже давать отдыхать от каких-то омолаживающих компонентов, насыщенных, тяжелых кремов. Почему нет? Следующее, что мне попадается, это вот такая вот зубная паста Parodontol Sensitive. Это зубная паста для чувствительных зубов. У меня зубы очень чувствительные. Я про это уже говорила и неоднократно. Просто даю вам наводку, что если у вас тоже чувствительные зубы, то необязательно покупать какие-то очень-очень дорогие пасты, потому что, как правило, пасты для чувствительных зубов стоят недешево. Вот это совсем недорогая паста, делает ее фабрика Свобода, и прекрасно она решает задачу, ничуть не хуже других. Закончился у меня бальзам-ополаскиватель от Pantin Pravi. Это трехминутный бальзам-ополаскиватель с целью защитить волосы от жесткой воды. Да, защита от жесткой воды. В моем регионе именно жесткая вода. И вообще, знаете, не мешало бы знать именно в вашем городе, в вашем регионе особенности воды, которая течет из-под крана. Понятно, что сейчас у большинства из нас уже стоят фильтры, но тем не менее. Я не знаю, насколько бальзам или шампунь или любое другое средство в принципе могут защитить от жесткой воды. По-моему, какие-то смелые заявления. Но сам бальзам, в общем, очень-очень достойный. Он хорошо насыщает волосы влагой. У меня не было с ним секущихся кончиков. И при этом не утяжеляет волосы. То есть, если вы любите такой эффект после бальзамов, когда волосы, ну, такие рассыпчатые, как бы это сказать, более шелковистые, чем тяжелые, то вот это он. Да, то есть, никакого эффекта утяжеления. Волосы, блин, не хочу говорить волосы как шелк, потому что получается какая-то реклама шампуня. Ну, в общем-то, мне понравилось. Но должна сказать, что расход у него не самый экономичный. То есть, сам бальзам такой, ну, средний, не густой. Ближе, наверное, даже к жиденькому. Поэтому не самое экономичное средство. Поэтому лучше все-таки покупать на скидках его. Закончился у меня вот такой детский шампунь. Я, к сожалению, точно не знаю этого производителя. В общем, с холодным сердцем здесь Анна и Эльза. Для тех, кто болеет холодным сердцем, вы поймете, о чем речь. Дело в том, что я тоже пользовалась этим шампунем. Я довольно часто так делаю. Беру детские шампуни. Мне нравится, как после них выглядят волосы. И вот этот мне понравился прям особенно. Тоже очень хорошо промывает волосы до скрипа. Он идет на бессиликоновой основе. Ну, как они заявляют, что вообще натуральная основа. И легкое расчесывание. И действительно, каким-то загадочным образом, несмотря на то, что нет силиконов, волосы после него очень хорошо прочесывались. Были такими мягкими, пушистыми, послушными. Вот очень мне нравилось, как выглядят после него волосы. Такие блестящие. Я даже не использовала после него бальзам. Вот такой самый обычный детский шампунь из супермаркета. Никогда бы не подумала. И здесь у меня два средства от Белита. Линейка Бархатный Соблазн. Я вам, по-моему, их уже показывала весной. И вот эта мицеллярная вода, она мне поначалу понравилась. То есть мне показалось, что так неплохо снимает макияж. Нет раздражения. Но на протяжении использования у меня что-то поменялось мнение. Она мне начала пощипывать глаза. Не скажу, что как-то невыносимо. Но ощутимо. Знаете, у меня глаза чувствительные. Мне было неприятно. Пощипывать, немножко жечь. Так, в принципе, она макияж снимает нормально. Но терпеть вот это, учитывая, что сейчас полно вообще огромнейший выбор. И можно выбрать средства, которые не будут никаких неприятных ощущений доставлять. Какой смысл тогда это терпеть? Вот. Плюс еще один такой момент. Судя по всему, здесь в составе есть какая-то масляная субстанция. Это невозможно увидеть. Потому что туба непрозрачная. Но что-то постоянно оттуда вытекало маслянистое. То есть вот здесь вокруг крышечки и сам вот этот пузырек. Вот после него какие-то жирные, масляные, скользкие руки. Я не знаю, как это происходит. У меня никогда не было претензий к белите. Вообще к белорусской косметике. Они все делают очень добротно. Никогда не было проблем с упаковкой. Да, она бывает не очень красивая, дешевенькая. Но чтобы что-то протекало, что-то пачкалось, я не припомню. Здесь как-то вот это все неопрятно. И плюс само средство. Но так как жгло и пощипывало глаза. Соответственно, это средство отправляется у меня в мусорную корзину. И из этой же линейки Бархатный Соблазн у меня вот такой крем. Ну что здесь? Ну здесь очень громкие обещания. Вообще белорусские производители, они, конечно, молодцы. Но они прям не скупятся на обещания. Крем-роскошь для век. Восхитительный крем для королевского ухода за кожей вокруг глаз. За 150 рублей. Но как-то вот средненько. Неплохой крем. Не могу сказать, что непригодный. Может кому-то и больше понравится. Но мне кажется, можно подобрать и лучше. Например, у них же есть крем-бустер для кожи вокруг глаз и для носогубки. У него очень похож состав с этим кремом. Я думала, будет работать примерно одинаково. Но тот крем, крем-бустер, он гораздо лучше. Ребят, спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео о пустых баночках до конца. Если какие-то средства вы пробовали, у вас есть точка зрения отличная от моей, то обязательно оставляйте это в комментариях. Также пишите мне, что вы мне можете посоветовать потестировать. Потому что фантазии иногда просто не хватает. Пишите обязательно. Я буду также ориентироваться на ваши запросы. Не забывайте ставить пальчики вверх под видео и подписываться. Потому что так вы поддерживаете блогера. Это на самом деле лучшая поддержка, которая только может быть. И всем пока и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!